Сквер Протапова превратился в настоящий военный городок. На бульваре установили палатки, в которых размещались музеи боевой славы. Проводилась акция «Солдатский платок» – 200 лоскутков. На них гости военного городка писали о своих героических родственниках. «Солдатский платок» получился уникальным – свыше 100 метров ткани с памятными посланиями. Больше тысячи участников. Очень приятно, что такой дух патриотичности именно в этом году чувствуется как народ, объединился, и ощущение радости за Россию, какой-то такой внутренний подъем прям чувствуется. Замечательно украшен город, очень много знакомых, которые тоже участвуют в мероприятиях. Здорово видеть людей в форме, казаков, моряков, вообще курсантов, которые тоже как-то к этому причастны. Приятно видеть, что не только мы участвуем, приятно быть частью всего этого. Очереди выстраивались из желающих отведать легендарную солдатскую кашу. Семь полевых кухонь, 600 килограммов крупы и 500 килограммов тушенки ушли на приготовление знаменитого солдатского угощения. Не меньше пяти тысяч анапчан и гостей курорта отведали солдатскую кашу. А после все с удовольствием подпевали самым знаменитым песням военных лет «Под открытым небом». Не меньше желающих пришло посмотреть и на театрализованное представление «Солдатский привал». Студенты и школьники рассказывали о войне в сценках и танцах, а выставка бронированной военной техники собрала много детворы. Интерес к танкам, пусковым установкам, радиолокационной станции не угасал до самого вечера. Мне очень понравилось. Сегодня День Победы. Ветератов всех поздравляют. Очень грандиозно. Мы рады за ту мощь, которая сейчас у нас есть в России. На улицах города можно было встретить много детворы, одетых в солдатскую форму. Татьяна Булгакова признается, что задолго до праздника начали готовить для ребенка костюм. «Мы должны помнить, ценить наших дедов, прадедов, уважать и также принимать». «Это самый великий праздник из всех праздников, которые есть на белом свете. Тем более для нашей страны». «Все идеально, все отлично. Анапа – лучший город в России». Юбилей Великой Победы объединил поколения. Жители и гости курорта – все от мала до велика – поздравляли друг друга с великим праздником страны и с гордостью привязывали себе георгиевские ленты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова